По радио или вживую у жителей нашей республики были варианты, как написать сегодня тотальный диктант по чувашскому языку. Акция стартовала в регионе уже седьмой раз. Текст для тотального диктанта в этом году выбирали на конкурсной основе. Самым подходящим оказалось произведение, подготовленное писателем и журналистом Владиславом Николаевым. Текст посвящен Тане Юн, что идеально вписалось в тему года театра. Она известная киноактриса, она жена драматурга Евгения Максимовского-Кошкинского, поэтому текст соответствует нынешнему направлению, нынешнему времени. Проверить свои знания о чувашской орфографии и пунктуации только в ЧГПУ собралось более двухсот человек. Не меньше желающих написать диктант было и на трех других площадках. Вообще с каждым годом участников становится больше. В прошлом году диктант написали шесть тысяч человек и почти треть получили отлично. Это под силу тем, кто владеет родным языком и устно, и письменно. Встречаются такие слова с изменениями в правилах. Например, в Харарам, если раньше писалось по отдельности, сейчас пишется вместе, слитно, то есть получается. Те, кто не смог прийти, диктант писали дома под диктовку ведущих Национального и Таванрадио. Оценки и список отличников станет известен в начале мая. Лучшим вручат книги на чувашском языке. Ирина Волкова, Алена Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.